Добрый вечер. С последними новостями вас познакомят сурдопереводчик Хасан Исраилов и я, Алмаз Ашим. Режим ЧП в Казахстане продлен до 11 мая. Об этом сегодня заявил президент. Пока ситуация с пандемией не стабилизировалась полностью, Касым Жумартукаев призвал казахстанцев без необходимости свои дома не покидать. Глава государства отметил, в регионах постепенно начнут запускать предприятия. С 1 мая планируют возобновить рейсы между Нурсултаном и Алматы. О чем еще говорил глава государства в нашем сюжете. Режим ЧП введен на карантин дали свои результаты. Пандемия перестала расти в геометрической прогрессии. Но для казахстанцев это время выдалось сложным. У одних снизились доходы, другие вовсе остались без работы. В своем заявлении президент отметил, в беде государство никого не оставит. Финансовую помощь уже получили 4 млн 250 тысяч казахстанцев. Выделяются средства из фонда Бергемы, созданного по инициативе первого президента Ельбасы. Активную работу ведет партия Нуротан. Более 1,6 млн человек в апреле-май получат помощь от государства на оплату коммунальных услуг. На постоянной основе проводится мониторинг наличия и качества продовольственных товаров. Необходимых продуктов в стране достаточно. Местные власти осуществляют контроль за ценами на соцсетях. В качестве сложности на поддержку казахстанцев направили почти 6 триллионов тенге. Теперь важно, чтобы каждый тен был эффективно израсходован. Но впереди еще много работы. Грядет вторая волна пандемии. А в Казахстане не прошел пик заболеваемости коронавирусом. С учетом складывающейся ситуации в нашей стране и на основании предложения Государственной комиссии и экспертов, я принял решение подписать указ о продлении режима чрезвычайного положения до 11 мая текущего года. Это решение продиктовано нынешней сложной реальностью. В соответствии с законом, 11 мая режим ЧП будет завершен, если, конечно, не произойдет новая массовая вспышка эпидемии. Надеюсь, что этого не случится. Наша общая задача – не допустить негативного сценария в Казахстане. Для меня нет ничего важнее жизни каждого соотечественника. В регионах, где ситуация с распространением вируса на контроле, карантин будут смягчать. Во примеру, столицы к работе постепенно вернутся организации. Какие именно, определит Госкомиссия. В первую очередь это будут промышленные предприятия, строительные и дорожно-строительные, транспортные компании, банки и цоны. Но при этом следует обеспечить соблюдение всех санитарных норм, проводить регулярную дезинфекцию рабочих мест. В повседневной жизни нужно придерживаться правил социального дистанцирования. Руководители предприятий и местные исполнительные органы несут за это персональную ответственность. Те, кто потерял доходы, могут надеяться на 42 500 повторно. Снова подавать заявку необходимости нет. Нуждающиеся семьи также будут получать продуктовые наборы. В период изоляции непросто приходится родителям с маленькими детьми, которым особенно тяжело сидеть в четырех стенах. Государственная комиссия совместно с акиматами должны проработать вопрос открытия доступа к детским и дворовым площадкам. Естественно, с жестким соблюдением всех санитарных норм и требований. Сильно переживают дачники, потому что в разгаре самая важная весенняя пора. Когда госкомиссия рассмотрела этот вопрос, решение будет обнародовано. С 1 мая возобновят авиарейсы между столицей и Алматы. А вот торгово-развлекательные центры, кинотеатры, рестораны, парки и прочие места массового скопления людей пока останутся закрытыми. Школьники и студенты продолжат учиться дистанционно. Теплая погода и усталость от карантина не должны стать причиной безответственности. Нарушения карантинного режима могут кратно увеличить количество жертв коронавируса. Вакцины пока нет. Только строгое соблюдение карантинных мер спасает тысячи людей от опасного вируса. Прошу вас не покидать без особой нужды свои жилища. Президент поставил задачи перед Минздравом. Ведомству предстоит увеличить объемы тестирования на COVID-19 минимум до 25 тысяч исследований в сутки. Это соответствует ведущим международным стандартам. Правительству поручается в кратчайшие сроки вывести производство отечественных тест-систем на промышленный уровень. Нам нужно принять меры по использованию имеющихся мощностей для производства иммунно-биологических препаратов. Когда рецептура вакцины будет доступна, Казахстан не должен зависеть от ее поставок из-за рубежа. После кризиса страна всерьез займется развитием медицины. Реформе подлежат Кодекс о здоровье и система здравоохранения в целом. Президент отметил, что Казахстан открыт перед международным сообществом и попросил народ воздержаться от конспирологических сплетен. Впереди у страны курс на масштабную глубинную трансформацию экономики и системы госуправления. До 11 мая в Казахстане подготовят комплексный план по восстановлению экономического роста. Ирина Панфилова, Хабар-24. В Казахстане планируют вести социальное дистанцирование в самолетах. Воздушное судно будет заполняться на 65-70%. Кроме того, рекомендации могут распространяться и в зданиях аэропортов. При регистрации посадки расстояние между пассажирами должно быть не менее одного метра. Как сообщил в интервью нашему каналу директор департамента перевозок комитета гражданской авиации Нуржан Малаев, окончательное решение по введению этих норм примет главный санитарный врач страны. С 1 мая возобновится авиасообщение между Нур-Султаном и Алматы. Как стало известно, частота рейсов составит 4 раза в день. Возможно, будет требование также социальной дистанции на борту ВС. Как это будет выглядеть? Скорее всего, это будут блокироваться ряды. Если это будут крупные воздушные суда, например, Airbus или Boeing, то, скорее всего, будет просто блокироваться одно кресло. Из трех посередине одно кресло. Если будут это воздушные суда, как Embraer, Bombardier, то есть на малых воздушных судах, там, скорее всего, блокироваться будут ряды. Только что стало известно еще о 44 зараженных COVID-19. Вно 8 в Нур-Султане, 28 в Алматы, 3 в Алматинской области, 4 в Туркестанской, 1 человек заразился в Жамбылской области. Таким образом, общее число зарегистрированных случаев инфицирования в стране достигло 2835. 24 казахстанца, еще 24 выздоровели от коронавируса, а пациентов выписали в Казлардинской, Карагандинской, Туркестанской, Атраусках областях. А на сегодня казахстанские медики вылечили 720 пациентов. Погибло, к сожалению, 25 человек. Более 200 человек в условиях карантина доставили домой сотрудники Центра оперативного реагирования Караганды. Создан он в начале апреля при региональном штабе по предотвращению распространения коронавируса. Центр работает круглосуточно. 39 операторов, а это представители управления Департамента полиции, волонтеры, ежедневно принимают до 500 звонков от жителей области. Люди обращаются с самыми разными вопросами от доставки продуктов до организации похорон. Сотрудники Центра также помогают воссоединиться членам семьи, которые из-за карантина оказались не только в разных городах, но и в странах. По прибытию домой они отправляются в стационары или же на домашний карантин. Например, благодаря Центру оперативного реагирования смогла вернуться в Караганду беременная женщина с шестью детьми. Мы уехали в Акмельскую область, а вернуться не смогли. Карантин, все закрыли. Никакая машина, никакой такси меня не возьмет. И даже если там нанимать газель, это 50 тысяч миллионитарно, как минимум. Позвонил к маме, помогли. Мама! Да? У нас папа приехал, нас забрал. Мы занимаемся вопросами очень часто транспортировки наших граждан из приграничных районов нашей страны и, соответственно, также из-за границы. В основном это сейчас идет поток студентов, которых отправлено на дистанционное обучение. И когда они попадают в приграничную область, мы организовываем транспорт и доставляем их сюда. Владельцы в караоке, бара и ночного клуба в Алматы наказали за нарушение карантина и режима ЧП. Полицейские нагрянули в заведение в самый разгар веселья. Одна компания праздновала день рождения, другая собралась по случаю долгой разлуки. О том, что ночной клуб по-прежнему принимает гостей, сообщили местные жители. Во время проверки стражи порядка задержали 30 человек. Работники бара рассказали, что они открылись по распоряжению владельца. В тот вечер они обслуживали шестерых человек. В караоке в это время отдыхали 12 посетителей. В отношении задержанных составлены административные протоколы. По решению суда 9 человек арестованы, остальные должны заплатить штраф. А это более 25 тысяч тенге. В 11 заканчивается. Мы сдали отчеты и после этого сели попить чай. Мы принесли торт. Официально я не работаю, но я стажируюсь на администратора. Я звоню на административную доказательную. А вы не будете заплатить? Конечно. И в Алматы оперативники, помимо этого, пресекли работу подпольного казино. Оно располагалось в административном здании в центре мегаполиса. Во время обыска обнаружены изъяты 6 игровых столов для покера, американской рулетки, игральные карты, фишки и вырученные от незаконной деятельности деньги. Кстати, в заведении соблюдались меры безопасности. На игорных столах стояли антисептики. Несмотря на это, по факту организации незаконного игорного заведения проводится досудебное расследование в отношении всех присутствующих составленные административные протоколы за нарушение режима ЧП. Антикоррупционщики Костанайской области сэкономили 62 миллиона бюджетных тенге. Они ведут специальный мониторинг закупок, проводимых госорганами и субъектами квазисектора. Выяснилось, что цены на приобретаемые товары, работы и услуги завышали сразу в нескольких организациях. К примеру, представители регионального киновидеофонда собирались закупить сувениров на 25 миллионов тенге. А после вмешательства антикоррупционщиков сумма расходов сразу снизилась до 900 тысяч. А в Костанайской городской больнице сэкономили почти 2 миллиона тенге. Там отказались от покупки упаковочного материала и нашли дозаторы подешевле. Изначально сумма заявки превышала 2,5 миллиона. Бывают факты, когда мониторинг показывает неправильно. К примеру, была просто техническая ошибка и система ошиблась. Тогда они дают нам обоснованные какие-то факты, мы соглашаемся и продолжаем работу. В случае, если все-таки при установлении нарушений государственный орган не соблюдает наши рекомендации, не устраняет коррупционные риски, будет внесено представление дисциплинарного характера. В столице гарантированные соцпакеты получат более 4,5 тысяч детей. Раздача уже началась. За 10 дней такие комплекты получили 1500 семей. Одновременно с этим расширен список получателей 42,5 тысяч тенге. Выплата от государства перечислена 270 тысячам человек на общую сумму 11,5 миллиарда тенге. Еще 14,5 тысяч жителей столицы получили материальную помощь в размере 50 тысяч тенге. Это малообеспеченные семьи и некоторые категории людей с инвалидностью и лица, которые ухаживают за ними. Сироты, участники Великой Отечественной и труженики тыла. Такие товары мы получаем с начала весны. Важно, что в такое непростое время нам помогают, не оставляют одних. Эти товары для нас очень важны. Я многодетная мать, у меня пятеро детей. Также важно, что такая помощь доходит до каждой семьи, которая в ней нуждается. Госслужащий спас тонувшую девушку. Инцидент произошел накануне вечером в Келесском районе Туркестанской области. Сотрудник местного акимата заметил, как течение уносит человек. Он сразу же бросился на помощь, вынес девушку на берег и оказал ей первую медпомощь. Оказалось, что 19-летняя жительница области прыгнула в воду намеренно. Она причину поступка объяснить не смогла. Я стоял неподалеку от берега и увидел, как девушка разбежалась и прыгнула в воду. Хорошо, что на берегу была труба. Одной рукой я ухватился за нее, другой за девушку. Так я ее и вынес на сушу. К тому, что происходит в мире, более 6 тысяч новых случаев заражения коронавирусом зафиксировали за сутки. В России почти у половины новых пациентов заболевание протекало без симптомов. Всего число заболевших в России достигло более 87 тысяч человек и превысило количество заразившихся в Китае. Общее число летальных исходов от коронавируса выросло до 794. Большинство инфицированных проживают в Москве. По прогнозам медиков, пик заболеваемости ковид в стране должен пройти на этой неделе. Европейский производитель самолетов Airbus ставит под вопрос собственное выживание. Руководство авиаконцерна обратилось к 135 тысячам сотрудников, предупредив их о грядущих масштабных сокращениях. Исполнительный директор Гиом Фори заявляет, компания несет колоссальные убытки. Ранее авиапроизводитель получил государственную поддержку от правительства Франции, но ожидается, что компании понадобится еще больше помощи. По информации аналитиков Airbus, придется сократить производство наполовину. Аналогичные меры ожидаются от конкурирующей компании Boeing. Генассамблея ООН приняла резолюцию о равном доступе к будущим вакцинам против коронавируса. В ней рекомендовано прекратить спекуляции с лекарствами и средствами индивидуальной защиты и также не запасать их впрок в чрезмерных количествах. В ООН отмечают, что будущая вакцина и лечение должны быть доступны не только одной стране, либо региону. Генассамблея ООН призывает к транспарентному и своевременному доступу к средствам профилактики, лабораторным исследованиям, новым средствам диагностики и будущим вакцинам против COVID-19. Мобилизация достаточных ресурсов будет иметь важное значение для эффективной борьбы с COVID-19. Более того, будет крайне важно восстановить наше общество и продвигаться по пути к 2030 году и устойчивому миру на протяжении всего этого десятилетия. Это глобальная пандемия, и поэтому наш ответ должен быть глобальным, всеобъемлющим и хорошо скоординированным. В Великобритании в больницы доставляют не всех заразившихся коронавирусом. Люди, у которых болезнь протекает в легкой форме, должны самоизолироваться и лечиться самостоятельно. В больницах не хватает коек, не хватает медперсонала. По последним данным, COVID-19 унес жизни почти 21 тысячи британцев. Подробности у нашего корреспондента в Лондоне. Многим зараженным коронавирусом в легкой форме предписано лечиться на дому и самоизолироваться. Так поступила и блогер по воспитанию детей Бэт Блак. Подчувствовав жар и одышку, она осталась в квартире, исключила все контакты и позвонила в больницу. Медики рекомендовали ей оставаться дома, следить за состоянием, сбивать температуру жаропонижающими и пить много воды. Я не стала ходить в поликлинику, как это делают другие. Закупилась продуктами, чтобы не выходить на улицу. Но и не опустошала при этом полки с макаронными изделиями. Высокая температура тела, азноб кашель. Жителям, обнаружившим у себя эти симптомы, медики рекомендуют обязательно самоизолироваться на 7 дней. Мы должны отнестись к этому серьезно. Если вы переносите болезнь легко, вы должны лечиться дома. Так как в больнице в первую очередь нужно позаботиться о тех, кто тяжело переносит болезнь и нуждается в уходе. Дома рекомендуется принимать жаропонижающие препараты, которые британцы, к слову, должны приобрести за свой счет. Если через неделю состояние больного ухудшится, его госпитализируют. А расходы на лечение покроют медицинская страховка. Так случилось с лондонцем Саидом Хусаином. Врачи, рискуя своими жизнями, спасли мою. Я не могу передать словами свою благодарность. Что мы можем сделать со своей стороны, это оставаться дома. Между тем, премьер-министр Борис Джонсон вернулся в свою резиденцию на Даунинг-стрит после выздоровления от коронавируса. Напомню, его в тяжелом состоянии госпитализировали только после 10 дней самоизоляции. Ожидается, что скоро Джонсон объявит о планах ослабления локдауна, который длится уже более месяца. Галмжан Хараман, Великобритания, Лондон, специально для Хабар-24. К другим темам. Подъездные дороги к селам строят в Мангостаусской области. Работы ведутся поэтапно. В ближайшее время замену старого дорожного полотна начнут в Беневском, Каракьянском и в Мангостаусском районах. Ну а за качеством строительства и реконструкции будут следить с помощью передвижного дорожно-лабораторного комплекса. Кстати, с начала года специалисты уже выявили примерно 200 нарушений. Подъездную дорогу к селу Шаир протяженностью в 3 километра начнут прокладывать сразу после того, как определят строительную кампанию. Выбрать подрядчика планируют на конкурсной основе. Средства на это выделены из местного бюджета. Дорогу к селу Шетпе и Жармыш будут реконструировать. В Мангостаусском районе дорожные участки Шетпе-Уштаган и въезд в село Онде уже завершены. Теперь единственный проект, который остался, это въезд в село Тущу-Кудак. 50% средств выделили из республиканского бюджета в 2017 году. Остальные 127 миллионов тенге из местного бюджета. Их планируют сосвоить в этом году. Этот подъездной путь к селу Сангар-Лаубиневского района строили в советские времена. Дорога разбита. В ужасном состоянии и въезд в село Козелузен Тубкараганского района. В местном управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог ищут деньги на их ремонт. Пока же до конца года планируют проложить новый асфальт к селу Яралиево Караганского района. Ну а за качеством ремонта реконструкции дорог в Мангисталской области следит передвижной дорожно-лабораторный комплекс. Специалисты Национального центра дорожных активов будут проводить комплексную диагностику нового покрытия. Ее также будут использовать при разработке проектов. Взяли 160 проб на анализ. Из них 103 пробы оказались с различными дефектами. При этом 83 материала взяты с трасс республиканского значения. Соответствующие письма для устранения выявленных нарушений направили подрядным компаниям и заказчикам. Всего 48 писем. После устранения выявленных нарушений Национальным центром будет проведен повторный анализ дорожного покрытия. И если дефекты не обнаружат, участки сдадут в эксплуатацию. Динара Нургалиева, Рина Дусалиев, Мангисталская область, Хабар, 24. Стало известно, в каких именно сферах деятельности заработают предприятия с 27 апреля во всех регионах страны, а в Шымкенте с 1 мая. Это будут промышленные предприятия, компании строительной и дорожно-строительной сфер, крупные строймагазины, организации в сферах транспорта, складирования, сервисы сельскохозяйственного назначения, обслуживание автотранспорта, банки, организации финансового сектора. Кроме того, в рамках второго этапа в столице возобновляется работа организации финансового и страхового секторов, крупных магазинов электро-бытовой техники и также дачные магазины. В Алматы начнут работу организации сферы транспорта и складирования, информационно-коммуникационных технологий, финансового и страхового секторов, а также СТО, шиномонтаж, компании по ремонту бытовой и оргтехники. То в жар, то в холод. Коронавирус бросает не только больных, но и целые отрасли экономики. Закрываются заводы, падают индексы, нефть дешевеет. В числе наиболее затронутых сфер может оказаться IT. Понесет ли отрасль информационных технологий убытки, или же напротив, она останется в плюсе? Об этом подробно в нашем следующем сюжете. Китай, ставший родиной COVID-19, считается IT-мастерской мира. Именно поэтому на рынок информационных технологий пандемия повлияет, как ни на один другой, говорят специалисты. Приостановка производств, сбой поставок, временное закрытие офлайн-магазинов, безусловно, должны сказаться на прибыли технологических корпораций. Тем не менее, многие эксперты считают, что в реалиях пандемии IT-индустрия, наоборот, менее уязвима, чем другие, так как не связана с перемещением большого количества людей или грузов. Основное влияние COVID-19 может оказать на три типа компаний из IT-отрасли. Во-первых, явно пострадают компании, которые занимаются производством оборудования. Значительный объем изделий и запчастей, для которых это импорт из-за рубежа. Прежде всего, Китая. К ним примкнут IT-разработчики, ориентированные на отрасли, попавшие в зону риска. Третьими станут IT-компании, которые существенно зависят в своей деятельности от общения с клиентами и партнерами. В первую очередь, крупные международные компании. И пока аналитики ограничиваются прогнозами, уже сегодня можно видеть, как COVID-19 повлиял на крупнейшие мировые IT-гиганты. Так именно, благодаря распространению коронавируса американская Амазон наращивает обороты. В условиях карантина люди начали массово совершать покупки онлайн. Как результат, акции Амазон растут, а ее основатель, богатейший человек планеты Джефф Безос, стал еще богаче. Сукерберг сообщил, что количество видеозвонков через Facebook Messenger выросло на 70%. А по словам представителя Microsoft, количество пользователей их онлайн-сервисов увеличилось на 40% за неделю. Выросло и состояние гендиректора Tesla Илона Маска. Одной из причин этого стал выпуск компании аппаратов искусственной вентиляции легких. Люди проводят все больше времени дома, в интернете работают удаленно. На этом фоне резко выросла популярность сервиса для видеосвязи Zoom. Судочная аудитория приложения в мире в марте по сравнению с декабрем прошлого года выросла в 20 раз до 200 миллионов человек. Сервисы стриминга видео вроде Netflix и YouTube получили огромную новую аудиторию. Соответственно, их выручка тоже выросла. Конечно, у всех этих компаний есть поводы для волнений, говорят эксперты. Тем не менее, аналитики уверены, что когда экономика выйдет из кризиса, именно IT-компании пойдут в рост быстрее всех. На пользу и могут сыграть изменившиеся привычки потребителей. Асим Хасенказа, Хабар, 24. Челлендж «Карантинная галерея» запустил Музей изобразительных искусств имени семьи Невзоровых в семье. Горожанам предлагают воссоздать любое известное полотно в фотографии. Картины, которые участники челленджа старались повторить, самые разнообразные. Одни решили принять образ с полотен известных художников, таких как Пикассо, а другим оказались ближе работы казахстанских авторов. В соцсетях можно увидеть такие работы участников, как Джаконда, Девушка с жемчужной сережкой, Золотые слезы, Цыганка с гитарой и многое другое. В челлендже уже приняли участие порядка 50 человек. Пока это все. До скорого. Субтитры создавал DimaTorzok